Меня зовут Павлов Игорь Николаевич, я представляю общероссийское объединение профсоюзов Конфедерации Труда России и одновременно работаю в профсоюзе моряков, которые входят в Конфедерацию Труда России. То, что делают, это не пенсионная реформа, это просто повышение пенсионного возраста. Вот, сегодня официально по данным Росстата продолжительность жизни мужчин составляет 66,5 лет. А предлагают выход на пенсию с 65 лет. То есть среднестатистическому мужику на пенсии жить остается всего полтора года. Помните, в Простоквашино почтальон Печкин говорил, у меня только жизнь начинается, я на пенсию выхожу. А этой жизни среднестатистическому мужику оставляет всего полтора года. Это несправедливо, поэтому нужно выступать против пенсионной реформы. Ну, правительство хитрит, оно нас пытается обмануть. Оно говорит, мы будем вкладывать деньги в здравоохранение, мы повысим уровень жизни. И за 10 лет мы увеличим продолжительность жизни, выполним наказ президента 80+, еще на 10 лет, например. Ну, давайте оглянемся назад. В 1970 году продолжительность жизни у мужчин составляла 63,5 года. 66,5. За 48 лет она увеличилась на 3 года. У женщин, кстати, тоже на 3 года. Но есть уверенность, что за следующие 10 лет она увеличится на 10 лет. У меня вот нет такой уверенности. Хотя, да, сейчас медицина, она совершенно другая, нежели в 70-м году. Но продолжительность жизни все равно выросла только на 3 года. Но явно не в интересах народа, да. Потому что все, что предлагают, это маленький обман, да. Когда нам говорят, сказали, мы увеличим пенсии в следующем году на 1000 рублей. Но последние годы, вот в 17-м году, в 16-м году пенсия увеличивалась на 500 рублей. То есть фактически нам обещают прибавку в 500 рублей в месяц. 500 рублей в месяц это 6000 рублей в год, да. А пенсия на сегодняшний день составляет там 13,5 тысяч рублей средняя. Пусть даже 12 тысяч рублей в месяц, да. Вот за 5 лет, пока человек, если он не пойдет на пенсию в 60, а будет ждать до 65 лет. Упущенная выгода это 24 тысячи на 60 месяцев. 12 тысяч на 60 месяцев. 720 тысяч рублей, да. А 6000 прибавка рублей к пенсии в год, это человеку особо нужно прожить еще 120 лет после пенсии. У нас такое возможно, нет. То есть народ просто обманывает этим повышением пенсионного возраста. Главный обман заключается в том, что у пенсионного фонда нету дефицита огромного, про который говорят. Я познакомился с документами пенсионного фонда за 17-й год. У него доходы составляют 8 триллионов 300 тысяч рублей. А дефицит составляет 59 миллиардов рублей, да. То есть дефицит составляет всего 0,7 процента от бюджета фонда. И этот дефицит покрыт остатками прошлых лет. Но государство перечисляет фонд в 17-м году, например, 3 триллиона 677 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Но это же не убытки фонда, это обязательства государства. В этих перечислениях там сидит и материальный капитал, и выплаты чернобыльцам, и выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, и еще черт знает что. То есть это не обязательства фонда, это обязательства государства. И государство эти деньги выплачивает фонду по своим обязательствам. Это не дефицит фонда, фонд без дефицита, но фонда все хорошо. За 17-й год доходы фонда от взносов работодателей увеличились на 8,5 процентов. А количество застрахованных в фонде увеличилось на 300 тысяч, что от 43 миллионов людей, вообще зарегистрированных пенсионеров, составляет 0,7 процента. То есть фонд чувствует себя вполне нормально. Нет никаких экономических обоснований для того, чтобы повышать пенсионный возраст. Но мне трудно сказать, почему Путин молчит. Неудобно, наверное. Только что прошла предвыборная кампания, его избрали президентом. Представьте, что он бы объявил, что он первым своим шагом на посту президента сделает увеличение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет, для женщин на 8 лет. Но я думаю, что вряд ли он набрал бы те голоса, которые набрал. Вообще, может, и не стал бы президентом. Поэтому и молчит, что испытывает некоторые, наверное, неудобства. Не знаю, почему молчит Путин. Людям нужно делать то, что делают люди во всем мире. Люди во всем мире борются за свои права. Нужно выходить на акции протеста против пенсионной реформы. Нужно понимать, что жизнь-то может меняться только тогда, когда мы ее захотим изменить и сделаем к этому какие-то определенные действия. А у нас пока что получается, ну, когда наш футбол выиграли у испанцев, там, тысячи людей показали, вышли, ночью гуляли, праздновали. А на акции протеста выходят сотня, две, три человек. Ну, конечно, футбол, оно может быть и для некоторых и важнее, чем пенсионная реформа. Но пенсионная реформа – это надолго и детям нашим, и нам. Поэтому нужно бороться за свои права. Нужно выходить на митинги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!